МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит. Информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В летний период наблюдается подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Как не попасть в группу риска? Полицейские задержали водителя, размахивавшего во время езды пистолетом. Сотрудники полиции провели очередной рейд по выявлению иностранных граждан, работающих с нарушениями. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Венесуэла. Иван Маркес, командир Сигунды Маркеталии, фракции боевиков, сформированный после демобилизации революционных вооруженных сил Колумбии, поклялся поддерживать общее достижение мира, выступая на пресс-конференции в Каракасе в понедельник. Это произошло после того, как делегации прибыли в Венесуэлу для участия в первом раунде мирных переговоров в рамках в стремлении президента Колумбии Густава Петре положить конец конфликту с диссидентской группировкой после 60 лет боевых действий и нескольких неудачных попыток посредничества в прекращении огня. Тем временем канцлер Венесуэлы Иван Хиль пообещал, что его страна будет стремиться к достижению прочного мира в регионе. Сегунда Маркеталия и другие группировки, ранее связанные с РВСК, заключили соглашение о прекращении огня с правительством Колумбии в 2016 году. Перемирие продлилось три года, после чего боевики вернулись к боевым действиям, заявив, что богата не выполнила своих обещаний. Мирные переговоры будут проходить до 29 июня и станут последней попыткой президента Петре положить конец конфликту, который, по сообщениям, унес не менее 450 тысяч жизней. Чили. Департамент муниципальных работ города Винна-дель-Мар в воскресенье признал здание Евромарина-2 небезопасным для проживания, в результате чего жители 87 квартир были эвакуированы из-за опасения обрушения конструкции. Проблема возникла после того, как недавние дожди и вызвали под роскошным зданием заметную воронку длиной 15 метров и глубиной 30 метров. Этот инцидент вновь вызвал опасения по поводу строительства здания, расположенного в районе, который ранее был отнесен к охраняемым дюнам. В августе и сентябре 2023 года аналогичные оползни повредили фундамент соседних зданий, из-за чего пришлось эвакуировать жильцов. По сообщениям местных СМИ, городская экспансия на дюны, а также сильные штормы и переполненные коллекторы дождевой воды представляли явную опасность для объекта. Теперь жители ожидают дальнейших решений. Тунис. Президент Каис Саид. Во время выступления в Карфагенском дворце в столице страны в понедельник по случаю 68-й годовщины основания национальных вооруженных сил Туниса заявил, что Тунис не примет на своей территории иностранных военных баз, кроме тунисских. Он также подтвердил открытость Туниса к сотрудничеству и обмен опытом как общей практике между странами, подчеркнув, что это сотрудничество будет основано только на национальном выборе. По этому случаю глава государства отдал честь Тунискому флагу, провел смотр нескольких подразделений вооруженных сил, а многим офицерам были присвоены высшие воинские звания. Южная Корея. По меньшей мере, 22 человека погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего на аккумуляторном заводе в Хвасоне, к югу от столицы Южной Кореи – Сеула. Большинство погибших – китайские рабочие, которые, как предполагается, стали жертвами вдыхания высокотоксичного дыма. Правительство созвало экстренное совещание в связи с инцидентом, который произошел после того, как на складе, где хранилось более 30 тысяч батарей, взорвалась серия элементов питания. Всего на заводе работает до 50 человек. Что стало причиной взрывов, на момент публикации остается неясным. Также сообщается, что сильный пожар охватил все три этажа железобетонного здания общей площади около 2300 квадратных метров. Тайвань. Президент Тайваня Лай Чин Тэм твердо заявил, что Китай не имеет права наказывать тайванцев за их убеждения. Призвав Пекин к конструктивному диалогу с Тайбэем для укрепления взаимного благополучия, отвечая на вопрос журналиста о заявлении Пекина об угрозах и возможных будущих транснациональных действиях против активистов движения за независимость Тайваня, президент Лай подчеркнул, что позиция Китая может потенциально увеличить риски личной безопасности для тайваньских бизнесменов, работающих в материковом Китае или за рубежом. Он раскритиковал новые правовые принципы Китая, опубликованные в пятницу, которые направлены на наказание сторонников независимости Тайваня и даже предусматривают для них смертную казнь. Лай отверг эти руководящие принципы, отметив, что Китай не имеет юридической юрисдикции на Тайване. Президент Лай призвал Китай признать существование Китайской республики и начать диалог с демократически избранным правительством Тайваня. Он подчеркнул, что такой подход имеет решающее значение для улучшения благосостояния людей по обе стороны Тайваньского пролива. Ранее Китай уже вводил санкции в отношении тайваньских чиновников, в том числе Сяо Бихима, бывшего фактического посла Тайваня в США и нынешнего вице-президента острова. Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Маунин осудила недавние нападения на культовые сооружения в российском Дагестане на пресс-конференции в понедельник в Пекине. Нападения, произошедшие в воскресенье вечером, были совершены на синагогу и православную церковь в Дербенте, а также на пост ГИБДД в Махачкале. Нападения привели к перестрелке на улице Махачкалы, что усилило обеспокоенность по поводу терроризма и насилия в регионе. Маунин также затронула тему морских споров между Китаем и Филиппинами, призвав Манилу прекратить действия, ущемляющие права Китая, избегать провокаций и не вводить в заблуждение международное сообщество. Она подчеркнула принцип одного Китая как основополагающую норму в международных отношениях, особо отметив его значение в дипломатических отношениях с такими странами, как Малайзия. Также представитель Медкитая напомнила, что в этом году исполняется 10 лет всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Германией. Маунин подчеркнула важность частых диалогов и обменов между двумя странами, подчеркнув взаимное уважение, равенство и взаимную выгоду. Она выразила уверенность в углублении взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Германией и Китаем и Евросоюзом. Маунин также подтвердила позицию Китая в отношении Тайваня, осудив программу независимости острова и подчеркнув международную поддержку принципа одного Китая. Она упомянула о том, что Малайзия вновь поддержала суверенитет Китая над Тайванем и отвергла любые призывы к независимости острова. Иран. В понедельник в иранской столице прошел 19-й министерский саммит азиатского диалога сотрудничества. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багири Кани приветствовал делегатов в своем вступительном слове, в котором он призвал к новому международному порядку. Кани также подчеркнул, что сохранение Азии является приоритетом для Тегерана, подчеркнув приверженность страны поддержанию двусторонних отношений в регионе. В ходе своего выступления Кани также подтвердил поддержку Ирана и палестинского народа в Газии, где уже девятый месяц продолжаются бои между Израилем и Хамасом. Диалог о сотрудничестве в Азии был создан в июне 2002 года в Таиланде на первой встрече министров иностранных дел 18 стран Азии. Иран стал членом организации в 2004 году. Хосейн Амир Абдул-Ахиан, бывший министр иностранных дел Ирана, занимал пост председателя ДСА с октября 2023 года до своей смерти в мае. Палестина. Начальник генерального штаба армии обороны Израиля Херций Халеви во время оценки ситуации с военными командирами в Газии в понедельник заявил, что организация близка к тому моменту, когда она сможет заявить о ликвидации бригады Рафах. Бригада разгромлена не в том смысле, что террористов больше нет, а в том смысле, что она больше не может функционировать как боевое подразделение, сказал Халеви, добавив тот факт, что 162-я дивизия теперь контролирует филадельфийский коридор от моря до границы между Израилем, Газой и Египтом, очень важен для перекрытия поставок Хамаса для будущей контрабанды. Он также отдал должное усилие Цахала в Рафахе, подчеркнув стратегические успехи, достигнутые в ликвидации инфраструктуры Хамаса. Турция. Специалисты электрического цеха АЭС АКУЮ обучаются техобслуживанию электрооборудования на новом тренажере госкорпорации Росатом. Директор АЭС АКУЮ Сергей Буцких рассказал, что в данный момент активно ведутся работы по дооснащению первого в Турции учебного центра по подготовке кадров. В Росатоме сообщили, что учебно-тренировочный центр АЭС АКУЮ начал работать 29 октября 2023 года. За это время обучения в центре прошли уже шесть смен оперативного персонала электростанции. АЭС АКУЮ – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект полностью финансируется российской стороной и реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации АЭС на площадке АКУЮ, заключенного между Россией и Турцией 12 мая 2010 года. Сербия. Президент Сербии Александр Вучич выступил в понедельник в Белграде перед представителями СМИ, обсудив текущие мировые политические события и внутренние проблемы, включая экономику и инфраструктурные проекты. Говоря о нестабильной ситуации в мире, Вучич выразил опасения по поводу возможности эскалации в ближайшие месяцы. Вучич также отметил важность предстоящих в ноябре выборов США, назвав их ключевыми для глобальной стабильности. Он также предупредил, что до ноября могут произойти критические события, которые повлияют на глобальный ландшафт, независимо от исхода выборов. На внутреннем фронте Вучич заверил сербскую общественность в приверженности правительства укреплению обороноспособности страны. Он раскрыл планы по демонстрации новых военных систем и значительных инвестиций в вооружение. В заключении, Вучич вновь выразил серьезную озабоченность текущим геополитическим климатам и настоятельную необходимость бдительности и готовности. Бельгия. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил журналистам, что решение ясно по поводу использования блоком доходов от замороженных российских активов, когда представители собрались на совет по иностранным делам Брюсселя в понедельник. По его словам, Евросоюз решил взять эти деньги и не собирается пересматривать решение, которое уже принято. Он добавил, что на следующей неделе поступит одна часть из запланированных двух с половиной миллиардов евро, а другая несколько недель спустя. Дипломат признал, что некоторые страны могут оспорить это решение, но решение есть. В прошлом месяце Кремль назвал использование доходов от любых замороженных активов, ничем иным, как экспроприации, и заявил, что разрабатывает ответные меры. Тем временем министр иностранных дел Швеции Тобиус Билстрем рассказал о готовящемся 14-м пакете санкций против России, который блок ввел после конфликта на Украине. Он направлен на борьбу с обходом санкций на ограничение цен на нефть, а также затронет вопросы импорта СПГ в Европу. В отношении Грузии Баррель предупредил, что в настоящее время двери для вступления в Евросоюз открыты, но если правительство продолжит идти по тому же пути, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта. Недавно Евросоюз осудил принятие в стране закона об иностранных агентах, опубликовав заявление, в котором предупредил, что законодательство не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза и негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к Евросоюзу. Согласно закону, те группы, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Также Баррель заявил, что ткань общества разрушена в Газе, поскольку доставка гуманитарной помощи стала невозможной. Швейцария. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцем и организацией работ БАПОР Филипп Лазарини, выступая на открытии консультативной комиссии БАПОР в Женеве в понедельник, подверг критике непрекращающиеся нападки на организацию 7 октября. В феврале Израиль утверждал, что 12 сотрудников БАПОР были причастны к атакам Хамаса 7 октября, что побудило по меньшей мере 15 стран прекратить поддержку агентства. В ответ на обвинение Израиля БАПОР заявила, что расторгла контракты с обвиняемыми и начала полное расследование этих обвинений. Глава агентства объявил, что в ходе расследования, проводимого управлением служб внутреннего надзора, выяснилось, что из 19 дел, переданных на расследование, одно было закрыто, а сотрудник восстановлен в должности, а четыре дела были приостановлены, требуя дополнительных доказательств. Независимый отчет, подготовленный по заказу бывшего министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, пришел к выводу, что израильское правительство не представило доказательств своих обвинений в адрес БАПОР. Во время своего выступления Лазарине также выразила беспокойность по поводу перебоев с образованием в секторе. По его словам, в настоящее время 630 тысяч детей не имеют доступа к образованию, почти половина из них учились в почти 290 школах БАПОР по 7 октября. БАПОР была создана Организация Объединенных Наций в 1949 году с мандатом на оказание помощи и защиту палестинских беженцев в пяти зонах его деятельности. Иордания, Сирия, Ливан, западный берег реки Иордан и сектор Газа до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое решение. Великобритания. Основатель Викиликс Джулиан Ассанж согласился на сделку с прокуратурой США, в рамках которой он частично признает вину в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. После 12 лет заключения, 7 лет в стенах посольства Эквадора и 5 лет в британской тюрьме, Ассанж был отпущен под залог. Американские власти считали его госизменником и требовали для него 175 лет тюремного заключения, однако для многих он стал героем. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что журналист покинул Великобританию. Сообщается, что Ассанж едет на слушание на остров Сайпан на северных Марианских островах, где ему будет вынесен приговор в 9 утра по местному времени в среду. По словам Албанезе, его сопровождает верховный комиссар Австралии Великобритании Стивен Смит. По условиям сделки, которая должна быть одобрена судьей, Ассанжу, скорее всего, зачтут. Пять лет, которые он уже отсидел, и новое тюремное заключение ему не грозит. В письме федеральному суде окружного суда Северных Марианских островов высокопоставленный представитель Министерства юстиции сообщил, что Ассанжа отправляют на Сайпан из-за его близости к стране гражданства обвиняемого. Чиновник добавил, что после завершения слушания по вынесению приговора Ассанж, как ожидается, отправится в Австралию. В понедельник утром Викиликс сообщила, что Ассанж покинул тюрьму Белмарш после 1901 дня пребывания в ней. По словам представителей организации, он провел это время в камере размером 2 на 3 метра, находясь в изоляции 23 часа в сутки. В 2010 году Викиликс опубликовал сотни тысяч секретных военных документов США о войнах Вашингтона в Афганистане и Ираке. Во время правления бывшего президента Дональда Трампа Ассанжу были предъявлены обвинения в связи с обнародованием документов, утечка которых произошла благодаря Челси Мэнинг, бывшему аналитику военной разведке США, которая также была привлечена к ответственности по закону о шпионаже. Многие защитники свободы прессы утверждают, что уголовное преследование Ассанжа представляет собой угрозу свободе слова. В судебном документе, поданном в окружной суд США на Северных Марианских островах, в преддверии вынесения приговора правительство США изложило детали обвинения в сговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне, которое лежит в основе сделки о признании вины. В нем Ассанж обвиняется в сознательном и противозаконном сговоре с аналитиком американской военной разведки Челси Мэнинг с целью получения документов, записей и заметок, связанных с национальной обороной. Мэнинг была приговорена к 35 годам тюремного заключения после того, как ее признали виновной в нарушении закона о шпионаже и других правонарушениях за утечку секретных правительственных и военных документов в Викиликс. В 2017 году президент Барак Обама смягчил приговор, позволив ей выйти на свободу примерно через семь лет пребывания за решеткой. Когда в понедельник вечером распространилась новость о признании вины, все выразили облегчение по поводу того, что многолетнее пленение Ассанжа, похоже, подходит к концу. Но были опасения, что обвинительный приговор даже по одному пункту может оказать разрушительное и длительное воздействие на журналистские расследования и национальную безопасность. Новости России. Жители Дербента в понедельник возложили цветы к стихийным мемориалам, в том числе у памятника братству трех религий, символизирующего единство христианства, иудаизма и ислама. Отец Николай при жизни стал прообразом православного священнослужителя на памятнике, установленном в центре города. В воскресенье вечером 23 июня МВД Дагестана сообщило, что неизвестные атаковали синагогу и православную церковь в Дербенте. Позднее стало известно, что в Махачкале под огнем оказался пост ДПС и Свято-Успенский собор. На улицах города началась перестрелка. СКРФ по республике Дагестан сообщил, что в результате инцидента погибли 15 сотрудников полиции и 4 гражданских. Председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал, что в результате нападения на церковь в Дербенте убит священнослужитель отец Николай. А в Свято-Успенском соборе Махачкалы расстреляли охранника. По информации Национального антитеррористического комитета нейтрализовано 5 боевиков, двое в Дербенте и трое в Махачкале. В ведомстве добавили, что режим контртеррористической операции снят, продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов. Следственный комитет России по республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье 205 террористический акт 222 незаконное приобретение хранения перевозка огнестрельного оружия и 226 УКРФ хищение огнестрельного оружия. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что власти исключают возможность возвращения страны к ситуации начала 2000-х годов из-за атаки в Дагестане. Утром 25 июня на месте практически полностью выгоревшего здания в подмосковном Фрязино пожарные приступили к поиску погибших в страшном пожаре. Информация о жертвах трагедии до сих пор приходит разная. Точно известно о двоих. Они выпали из окна. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание площадью 4500 квадратных метров. По сообщению ведомства, в тушении были задействованы более 130 специалистов и 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32. Ранее сообщалось, что в здании находится 9 человек. Одного из них вывели спасатели. По информации СМИ, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети здания. По факту произошедшего Следственным комитетом России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России провели артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям на двусторонних учениях в Охотском и Японском морях. Об этом сообщили в пресс-службе отдела информационного обеспечения ТОВ. Моряки отработали организацию маскировки с помощью домовых завес с целью защиты от безэкипажных катеров условного противника. На втором этапе корабельные группы вступили в морской бой с кораблями условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Для поражения средств воздушного нападения были применены также зенитно-ракетные комплексы самообороны, говорится в сообщении. Новости нашего региона. Областные власти ищут способы, как привлечь строителей к участию в программах комплексного развития территорий. Губернатор Александр Гусев предложил свое решение. Проблему с ветхим жильем обсудили на совещании в областном правительстве. Существующие федеральные региональные программы позволяют заниматься расселением аварийных домов. Однако есть и ветхий жилой фонд, который пока не вошел в такой список. Помочь жителям таких кварталов должна программа комплексного развития территорий. А чтобы строители активнее занимались возведением новых домов в этих местах, губернатор Александр Гусев предложил такое решение. Строительство социальных объектов будет в приоритетном порядке осуществляться на территориях, которые будут входить в программу реновации. И по остаточному принципу на территориях, которые осваиваются за пределами либо на окраинах городской города Воронежа в рамках уже собственно сформировавшейся агломерации. Это не значит, что мы не будем строить объекты социальные в местах крупной квартальной застройки, но приоритеты всегда будут на стороне КРТ. 2024 год объявлен президентом страны Владимиром Путином годом семьи. На совещании в правительстве области губернатор Александр Гусев обсудил меры поддержки для семей региона. В ходе совещания в областном правительстве глава региона назвал уже реализуемые меры поддержки. Для многодетных семей с пятью и более детьми реализуется программа по улучшению жилищных условий. Для этого из бюджета будет выделено почти 600 миллионов рублей. Все семьи с пятью и более детьми, кто нуждается в улучшении жилищных условий, такое жилье получат. А это почти 600 миллионов рублей. На эти цели мы в бюджете запланировали. Сейчас уже активно идет реализация этой программы. Я думаю, что до конца года мы все-таки семьи с жильем обеспечим. Также губернатор дал поручение проработать вопрос стимулирования работодателями рождения второго ребенка. Этот вопрос обсудят с руководителями промышленных предприятий. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. Количество жителей Воронежской области, укушенных клещами, превысило полторы тысячи человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Плюс 131 случай. Так, за неделю выросло количество жителей региона, которых покусали клещи. По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, общее количество пострадавших от встреч с кровососами достигло 1528 человек. Самая опасная болезнь – клещевой энцефалит – в регионе не выявляется. Однако можно заразиться, например, тулеремией. Эта опасная болезнь характеризуется высокой температурой, мышечной болью, слабостью. При тяжелых формах бывает бред. Тулеремию еще называют «малой чумой». На теле заболевшего появляются бубоны размером от горошины до грецкого ореха. Поэтому при возникновении признаков болезни нужно немедленно обратиться к врачам. Их осталось всего 20. В Воронежской области подвели итоги онлайн-голосования на конкурсе «Самое красивое село». Впереди еще два этапа отбора. Жители Воронежской области выбрали два десятка населенных пунктов, которые поборются за победу в конкурсе «Самое красивое село». В ТОП-20 попало несколько сел, о жизни в которых рассказывали журналисты 41-го канала. Это Рыкань, Хохол, Каменная Верховка, Каратаяк, Сухие Гаи, Верхняя Тойда. Теперь конкурсная комиссия выберет семь сел, которые и поборются за победу. Учитывать будут и благоустройство, и достопримечательности, и оригинальность озеленения. Победитель конкурса получит один миллион рублей. Финалисты – по 300 тысяч. В летний период наблюдается подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Как не попасть в группу риска и что является возбудителем кишечной инфекции? Галина Жукова разбиралась вместе со специалистами Роспотребнадзора. Лето любят не только люди, но и микробы. С наступлением теплых летних дней есть большая вероятность подхватить какую-либо кишечную инфекцию. Во всем мире насчитывается более 30 видов таких инфекций, и все они очень легко распространяются. К острым кишечным инфекциям относятся прежде всего дизентерия, ротовирусная инфекция, нора вирусная. Более тяжело протекает сальмонеллез, брюшной тиф и также относятся к вирусным гепатитам А. Эти заболевания вызываются бактериями и вирусами, которые очень устойчивы во внешней среде. Эти микробы, говорят специалисты, очень живучи. Заразиться кишечными инфекциями можно везде. Они могут подолгу существовать в воде, в почве, на поверхностях предметов и еды. Кишечные инфекции легко переживают холод, а вот тепло помогает им размножаться с геометрической прогрессией. Для этих инфекций характерно то, что летнее время, теплое время, как раз очень благоприятная среда для развития организмов, которые именно вызывают кишечные инфекции. То есть бактерии и вирусы, они при оптимальной теплой температуре, значит, способны не только сохраняться, но и размножаться. Кишечные инфекции распространены среди людей любого возраста. Особенно в группе риска находятся дети. Надо сказать, что 73% заболевших это у нас составляют дети. Дети до 14 лет. За истекший период текущего года у нас по области зарегистрировано свыше 2000 инфекционных именно кишечных заболеваний. По сравнению с прошлым годом в Воронежской области наблюдается снижение заболеваемости кишечными инфекциями на 10%. Самый надежный путь предупредить ее распространение – заранее обезвредить источник инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции у нас передаются тремя путями. Это через пищевые продукты, через воду и через предметы обихода. Как раз связанные с теми предметами, которые у нас может инфицировать больной человек. Если мы будем купаться, как в бассейне, так и в водоеме, конечно, желательно купаться в тех местах, где разрешено, где проведены исследования лабораторной воды, что ничего не угрожает. И, конечно, желательно не заглатывать воду. Чаще всего кишечными инфекциями подвержены люди со слабым иммунитетом, страдающие гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этом случае следует знать, что является первыми признаками инфекционных заболеваний. Симптомы практически одинаковые при всех кишечных инфекциях. Это, прежде всего, повышение температуры, озноб, недомогание, снижение аппетита. Но, конечно же, при кишечных инфекциях надо обращать внимание на то, что наблюдается боли в животе, рвота, жидкий стул. И, конечно, это характерно для кишечных инфекций и необходимо обращаться к врачу при данных симптомах. Именно соблюдение простых правил гигиены, как мыть рук перед едой, позволит избежать риски подхватить заразу, считают специалисты Роспотребнадзора. Надо приобретать только продукты, которые хранились при определенной температуре, которые соблюдаются срок годности. Готовить, особенно в летнее время, готовить на один раз, особенно для детей младшего возраста, чтобы приобретать свежие продукты и готовить только на один раз. Не стоит забывать и о вакцинации. Прививка от таких заболеваний, как брюшной ТИФ, дизентерия, ротовирус, создаст иммунитет для профилактики кишечных инфекций. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал. Полицейские задержали водителя, размахивавшего во время езды пистолетом. Видео в чат-бот прислали очевидцы происшествия. Пьяный водитель, да еще и с пистолетом, едет по московской трассе. Такое сообщение пришло в чат-бот без предела нет 36. Сотрудники госавтоинспекции остановили машину на улице Лизюкова. Оружие изъяли. Как оказалось, пистолет был заряжен и готов к стрельбе. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Мотивы такого поведения на дороге выясняются. Знания сила. Сотрудники полиции провели очередной рейд по выявлению иностранных граждан, работающих с нарушениями. Корреспонденты съемочной группы регионального главка МВД проверили у гостей из ближнего зарубежья знания русского языка и истории. Результаты в нашем следующем сюжете. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели очередной рейд по профилактике преступлений в сфере миграционного законодательства. На этот раз тщательной проверке подвергся распределительный центр. Результаты блицопроса работников на знания русского языка и истории России, к сожалению, огорчили всех участников проверки. Экзамены сдавали на знание русского языка? Должны были? Да, были. Русский хорошо знаете? Не очень. Не очень? А как что? Как пишете? Как говорите? Не очень хорошо разговаривали. А историю учили? Как есть? Россия. Петр Первый кто такой? Петр Первый? Да. В Воронеже живете, должны знать 100%. Кто такой Петр? Недавно я приехал в Воронеже. Чего? Недавно приехал в Воронеже. Ну, три месяца достаточно, чтобы узнать экзамен, кто вы сдали. Первый, этот, Петр Первый, первый, сели в этот. Как сказать? Сели в этот. Ну, понятно. Грузчики, комплектовщики и упаковщики были проверены не только на наличие знаний, но и по информационным и дактилоскопическим учетам, а также на причастность к совершению правонарушений и преступлений. Часть задержанных граждан должна будет покинуть территорию России. Все нарушители были привлечены к административной ответственности. В ходе рейда проверено 47 иностранных граждан. В отношении 37 нарушителей составлены административные материалы в соответствии со статьями 18.8 и 18.10 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях. Также установлено 9 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, в отношении которых судами принято решение об административном выдворении с территории Российской Федерации. Рейды, направленные на соблюдение миграционного законодательства, будут продолжены. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...